14 глава, 34-й, 36-й стих. Жены ваши в церквах домолчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло слово Божие, или до вас одних достигло? Вот такой порядок установлен был в церкви. И апостол Павел относит неподчинение, за то, что слово не нашло. Разве от вас вышло слово Божие? Вы что, сами для себя написали Библию особую? По слову Библии живете. Понимаете, вопрос-то как стоит. Это мы привыкли так. У меня с детства такая привычка. Он грызу пальцы, и в церкви стою грызу. Дьявол борется с Богом. Непрерывно борется. А поле пить в церкви людей в церкви. Писание так и говорит. Всякое доброе даяние от Отца Света, сходящее свыше. Люди придумали слово Высшее. Высшее образование. Ничего, кроме заблуждений, в этих словах нет. По сравнению с чем Высшее? Какое? Когда дальше учатся еще кандидат, скажут, что профессор, доктор. Ну у тебя уже было Высшее. Куда теперь учишься-то? Дальше леют за границу, набирается опыт. Ну у тебя уже Высшее. Ты уже получил этот поплавок, прилепил. Дьявол борется с Богом. Разве от вас вышло Слово Божие? Разве от вас откуда? С неба вышло оно. Пришло к нам через евреев. Через евреев. Ну, а написано, евангелие от луки грекам. Это уж в Новом Завете. И не надо с этим спорить. С этим надо согласиться. Речь идет о подчинении женщины, мужчине. Ну а почему надо же подчиняться? Вы просто прямо мне ставите. У вас какая-то вера такая, женоненавистная. Прямо все против женщины. Я открываю Библию. И Библия ваша такая же. Так называемое феминистское движение. Феми – это женщина. Женского рода. Они все абсолютно стараются поставить так, чтобы женщина была равна мужу, а потом выше мужа. Отче наш считать стали отче-мать через евреев. И наконец отче отбросили, а мать моя. Потому что от женщины рождается нет мужчины. То есть безумии нет предела никакого. Жены в церквах домолчат. А у протестантов священницы. Епископши. И нарисовано. А фотографии я смотрю. Они в длинных одеяниях, черных, играют на футбольном поле священницы. А женщине, так говорите, есть что рассказать. А если так-то разобраться, она только больше опыт имеет, время заниматься. Да, действительно так. Но разве от вас вышло слово Божие? По сегодняшний день, спустя две тысячи лет, ни у православных, ни у католиков, ни одного священника женщины не было. Вот это умели сохранить. И думаю, по милости Божией, у православных вряд ли когда будет. Потому что двенадцать апостолов. Вокруг были женщины, помогали имением своим. Но ни одной не было женщины среди двенадцати. Какое доказательство? И Павел об этом говорит, что или до вас от них достигло. Если от вас вышло слово Божие, тогда вопрос. Видно, что вы напишите Библию, напишите Библию, вот, или себя поставь там. Или с такого места укажи. А разве она вас достигла? А кого достигла? Да, она делает так, как положено. Ну а почему она должна подчиняться? Очень просто. Ева согрешила. Не Адам, прельсивший, спал в преступление. Ну Ева, Павел говорит, вот это объяснил. Да при чем ты думаешь, Ева-то? Ну муж сегодня может быть сержантом, а жена полковником. Неважно. В домашней обстановке она самая главная. Самое главное правило должна подчиниться мужу. Я помню, вопрос задали. Маргарет Тэтчер, премьер-министру Англии. У вас какая главная забота? Она говорит, накормить мужа, чтобы был всем доволен. Маргарет, пошедшая в историю, лучше всех премьеров. И она это понимает. Может быть, англиканка. Они близки к православию. Вот они на нас обе сказали, больше ничего не надо. Я считаю, про протокопа Уакума. Идет с ним жена, падает. У нее ребятишек много было. Все время ссылка. Ссылки-то не сегодняшние были. Голод. Гонят толпу. И говорит, за землю умерла из цельных 500 человек. Так это что, почти все? Да. Самовольно мог расстрелять воевода Пашков. Дает осечку за осечкой, а ручье не может стрелять. А он идет. Падает она на льду. Да коли Абаку? До самой смерти Марковна. Вот ответ. А как молились? Да до трех тысяч поклонов утром. А еще ребятишки не пищат, то и жена рядом. Сейчас только заходили дети. Вот он стоит. Всех поставил. Давайте правильнее кланяться. Ни одного поклона не может. Он поклон вот такой вот. У старообрядцев хоть вот так молитву поклоняется. А у него поклона даже нет. Правильно кланится. Все, он может поклониться. Только отошел вперед, пришлось его за руку брать. Если ни одного поклона не делать, что? Это доказательство. Дома поклонов нет. У нас все до одного ребенка в течение одной недели их получили. Одной недели. Приезжает партия, грызает, уезжает ни один не грызает. Вот у меня крапива очень много. Написано так. Не жалей розги твоей, дабы впоследствии утешаться. Родилась дочь, потеряй покой. Вот она откуда зарождается. А кто сегодня это исполняет? Мусульмане миллиард. Мусульман, повторяю, нигде, никогда ни одна мусульман карта не раскроет. Я беседовал с ними, она стоит сзади на 2 метра. Говорю, почему? А зачем она нужна? Но она может дать совет. Какой же она может дать совет? Она женщина. Вот и все. Ее главное сохранить. Это твоя собственная. За нее заплатил я деньги. Колым называет Вена. Это так и было в Ветхом Завете. А я в нотову скакучил. Он говорит, вышла замуж, превратись в камень. Это же унижение человеческого достоинства. Самое натуральное. Да женщина бывает, насколько умнее. Насколько она ласковая и внимательная. Она ведь не умом действует чувством. Почему так много было женщин у горошек. Но в этом вопросе безукоризненность заключается в подчинении мужа. Ни одного письма не отправляй, пока в конце мужа мне не поставят. Ни одной сделки у нас не положено в неревне делать без согласования с мужем. 1 Тимофея 2.11.12. Жена-то учится безмолвии. Со всякой покорностью. Учить жени не позволяя, не властвовать над мужем, но быть безмолвии. Полвека проживешь с женой и не можешь приучить. Учить безмолвии. Безмолвии. А где учиться? Дома. Не дорогой спрашивают. Даже дорога запрещена, чтобы кто-то не увидел, как же нас с тобой разговаривают. Это новый завет. Это язычники, которые ничего еще не знали. Там женщины верховодили. Богини, на каждом шару Афродиты, Венеры. Целое государство служили женским богиням. Но пришло новое правило, которому должна причиниться вся вселенная. Ты вот один раз это услышал и сразу подумай. Как я делаю? Ну так скажешь, важны ли это поклоны? Главное, вера в душе. Не надувайся индюком. Ничего там нету пустое. Где вера в душе, там покорность в Церкви Божией. Иоанн сказал, что менее духовный был, чем мы. Однако он говорит так. Небрежного махания руки при крестном знамении. Бесы радуются. Какие бесы? Просто ребенок не приучил, он машет рукой. Бесы радуются. И ты идешь в храм и скажешь, куда идешь? Иду бесов радовать. Вот он говорит, ну иди до конца разговор-то. Я иду в храм бесов радовать. Родителям так скажешь, я иду бесов радовать. Я о чем разговариваю? Это то, что уже измозолил язык на этом. Крестное знамя соверши. Поставь пальцы на лоб. Два пальца. Три. Как ты приучит? А мы же не отнимаем от тебя твое право. Один пальцем молись. Петерней. Вот точно лоб поставь. Чрево, пуп. Так, чтобы тело почувствовал. Право, вот где. И лево. Не сюда, вниз. Это искаженный крест. А, значит, с какого основания на трус это говорил, что бесов радуется? А у православных и в Библии есть видение. Видение. Откровение. И говорит, было мне видение. И он сам ангел. Ангел являлся. Но руку не доносит, а здесь сидит демон. Демон на креща сидит. И ангел пробудил душу. И донес. Он сразу прокинулся, говорит, упал. Мы не видим. Это незримая война идет. Он на левой стороне сидит. И обычно не доносит до левой стороны. Тут еще хоть маленько. А тут вот сюда вот где-то. Заветьте маленько. Тащите внимательно жить. Спрашивайте, сегодня сто поклонов взял? Нет. А мы делаем. У нас в лагере молитвы с поклонами ижут. Я взял себе за правило. Кто бы ни позвонил, просят. Моя дочка вылетела туда. Сразу же на полбуквы останавливает пищат. И сразу сто поклонов. Теперь приехала благополучно. Сразу все бросая опять на поклоны. А почему поклоны? А почему подходил ко Христу, кланялся? Прося его. Кланяясь, написано. Иисус сказал. Мы, говорит, знаем, чему кланяемся. Значит, кланяемся. С чего ты решил, что кланяться не надо? Это сатана тебя научает. Разве до вас до них дошло Слово Божие? До нас оно дошло. Я это понял. Я начинаю свою поклону. 99 сделал звонок. Оторвали. Потому что звонок вашим может быть. Я взял за правило на трех раз. Теперь, по-моему, начинаем молиться. Господи. Молитва моя, тогда, видать, слабая была. Теперь покрепче. Опять звонок. Не звонят. Как на молитву, так начинают звонить. Тогда снова становлюсь. Правило. Если что-то ваше, я сразу всем постучу. Брат, сообщение такое на молитву. Вы силы молитвы узнайте. Разве до вас дошло Слово Божие? Павел был корифей мысли. Ученейший человек. И однако, говорит, прошу молиться. Ибо дверь открыта широко, и противников много. Мы сегодня опять едем на благовестие. Мы 10 человек выезжаем. Мы оставляем сокровища. 38 книг в каждой библиотеке, в каждом селе. Мы на другой уровень совершенно вышли. Кто может? Помогите средствами. Каждый раз говорю, это твое участие в этом. Мы ненеги, я никуда нет. Мы просто на бензинных тратим. Я о чем говорю? Ты безмолву. Безмолву. Подошла к водолагам, где нужен. Записал тебе. Колоссиным 3.18. Жены, повинуйте своим мужьям, как приличном Господе. А не повинуйтесь, это неприличном Господе. Толковать-то ничего не надо. А муж у меня не верующий, да он такой, ублажи его. Есть такая поговорка, говорит, ночная кукушка длинную перекупует. Ну у тебя столько средств. Кротностью, смирением, больше тебе ничем его не победить. И видишь, со временем будет меняться. Ефесянам 5.22.24. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела. Ну а как церковь повинуется Христу, так и жена, жены, своим мужьям. Во всем. Послушайте. Церковь и Христос, это тайна. Некоторые отсюда взяли. Ну а когда церковь не слушается, Бог бьет ее, да бьет. Вот поэтому мы жжем своим бьем. Но он к этому не призывал. Да, действительно, Христос бьет церковь. Он знает где пить, а ты-то не знаешь. И тебе не позволено этого. Иной говорит, так терзает. Партауз говорит, такие вопли слышны, как будто лев терзает свою добычу в логовище. Ты ее можешь смирить. Можешь. Своей отдачей Господу. Я могу вам засвидетельствовать это своим опытом. Как что-нибудь не так? У меня лес только висит. Я ее сразу гугл. Богородица Дьявол Радости пропел. Поклонно начинаю. А вернусь, стоит рядом, молится. Ты приучи ее к этому. Я с Богом разговариваю. Она может даже прерывать на молитве тебя. Ты понимаешь, подошел сам сатана. Все отвергни. Начинай плакать и молиться. А на у брата стали говорить, какая у тебя жена дерзкая все-таки. Вот так. А почему вы решили так? Да с такой бы жить даже нельзя. Не скажите. Ваши жены вас присылают к молитве? К молитве? Нет. А моя моя непрерывно меня на молитву ставит. Она меня к голову жилье утолкает. Вот как можно рассудить. Она не так, я на молитву. Вот и все. Потому что Христос за нас молится. Она руках к молитве несет. Ефесянам 5.33. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. И жена добоится своего мужа. Вот это боится. Вот мужья взяли. Она меня что, боялась? Сходила по одной плашке. Так она боится из-за чего? То, что уважает, любит тебя, чтобы не огорчить. Чтобы не оторвать тебя от духовных занятий. Ефесянам 1.17.20. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен. И они будут пренебрегать мужьями своими. Говорит царь Артаксир. Велел привезти царицу Астинь. Перевезло свое. А она не пошла. Теперь княгини персидские, медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя. И пренебрежение, и огорчение будет довольно. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление, и впишется в законы персидские и медийские, не отменяется о том, что Астинь не будет ходить перед лицом царя Артаксирса. А царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Когда услышит о всем постановление царя, которое разойдется по всему царству его, как ему невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого. Так царь поступил язычески. Отстранил ее. Но царь отстранил, поэтому я развелся, но другой женился. Да ты же не язычник. Ну зачем ты себя туда прилепляешь? Речь идет о жена, что страх на жены вести. Здесь в постановлении написано, что теперь надо всем разводиться. И все время берут, почему чудо сегодня такого Христос не сделает, чтобы воду превратить в вино? И сколько тебе надо? Ну вот этот пруд. Для нас сегодня, знаете, сколько паломников было? Сейчас мы превратили воду в прудах наших в вино и водку. Тут бы столько было паломников, нам за тысячу лет не обратить. Бытие 3.16 Жене сказал, умножай, умножу скорбь твою, беременности твоей. В болезни будешь рождать детей. И к муже твоему влечение твое. И он будет господствовать над тобою. Вот почему у жены именно влечение, а не у мужа? Сегодня-то, как знаем, и у мужа влечение такое, к жене прожить не могу. Только разведется, смотришь, опять новыми кандалами отзавелся. А именно у жене, потому что жена терпит такую скорбь при родах. Сама одна говорила, мне казалось, будь он рядом, я бы разорвала его. Какие я боли терпела? Прошел один месяц, говорит, как будто ничего и не было. Это заложено в ней. Вот почему. А про него не говорится, это естественно, Бог заложил. Зная скорби, печали, человек от многого-много бы воздержался. Притом люди сегодня не понимают, говорят, нехорошо человеку быть одному. Ну правильно. Нехорошо, трудно. Нам пишут, потеряя, поселиться одиноким. Мы всем даем отказ. Потому что ни один не приживается. Да и она ничего ни один не сделает. Жена это помощница. Начало положить стяжание своему. Но в новом зависит совсем по-другому. Хорошо, если ты выдаешь замуж. А если не выдаешь, Павел говорит, это лучше. Почему лучше? Есть небесное. Есть вечное. Ветхий Завет понятия не имел о девственности. У них считалось великим позором, горемом. Если останется одна единственная. Титул 2.5. Быть целомудренными, чистыми, попечительными о томе. Добрыми, покорными своим мужьям, попечительными. Как это? Покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. И все упирается на то, что если ты не слушаешь, порицается Слово Божие. Разве оно от вас вышло? Жена должна слушать. Не то, что перебивать. Она вообще не должна. Если спросят, тогда дело другое. Это в Новом Завете. Это Павел дает наставление епископу Титу. Об этом пишут все апостолы. Разве на нас это не доходило? Жены очень дерзко ведут. А дерзость мать всех порогов. Вот такие они растут. Я однажды, когда прочитал, оказывается, журналы особые издаются. Красочные. Где фотографии женщин, все их параметры, данные. И по Европе. И европейские, немцы, другие народности. Выписывают густенманок. Оплачивают дорогу. Жене спрашивают, почему? Она же не грамотная. Языка не знает, научу. Она попорная. Я уеду, куда я знаю, что она дома будет сидеть. Вот чему они научили. И этим все наши эти грамоты, высшее образование женщин, нуль. А сегодня так. Узнаются сегодня высшие образования. За нее колонны гораздо меньше. То есть она уже порченая. Порченое образование. Вот как они понимают. Нам еще многому надо учиться у сектантов. У разных мусульман брать доброе. Но нам есть что и показать. Показать, конечно, не на свою жизнь. А на святых отцов. 1 Петра 3, 1, 4. Так же и вы, жены. Повинуйтесь своим мужьям. Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих и слов приобретаемым были. Когда увидят ваше чистое, богобоязвенное житие. Добуют украшением ваше не внешнее плетение волос. Не золотые уборы или нарядность в одежде. Но сокровенный сердце человек, не тленный красоте, кропкого, молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Это Петр говорит. Я не знаю, почему он так подробно об этом говорит, о кропкомолчаливом духе. Он женатый был. Видимо, опыт был большой. Павел даже об этом не говорит. Мы должны понимать, кто это говорит. Какой его тогда был статус. И говорит об украшении и об одежде. Так все и осталось. За одежду хорошую все женщина отдаст. Глупо выглядит в словах. Она не может рассуждать. Это ни во что ставится. А если она плохо одета, и для нее этот смертный укор. Она все положит на одеяние. И муж не успеет зарабатывать. А не это главное. Да не порицается Слово Божие. Если Слово Божие ты любишь, ты всегда будешь говорить, я сделаю вот так. А что люди подумают? Кажут, Библия считает. То есть уважения к Слову Божию нет. Оно порицается на каждом шалму. Дети не послушали, не слушали, порицается Слово Божие. Это в родителях. Мы простое дело, пояс в деревне не можем 18 лет надеть. Ну надень ты его, что он прилип к тебе и все. Почему с шалму не снимает с себя ни один мусульманин? Я был в киргизии, все в своих этих шапках ходят какие-то есть. Техки в детейках. Он даже в этом вакуум-халате приезжает, у нас на базаре стоит. Почему у нас это все так с трудом-то? Вот в этом отношении и оказывается, мы двое договориться не можем как пасти корову овечек. А евреи во всем мире сразу сдали все свитки, выправили Слово Божие, вернулись. Бог и доверил ему это Слово Божие. Говорят, а почему именно евреям Бог это доверил? Да потому, ты посмотри на них. Они все как слаженно ведут себя. У них задача покорить мир, обобрать мир. Они так точно все делают. Все банкиры, все. Все эти кризисы, создать войну, они как один действуют. У нас была еврейка. И мы убедились на опыте. Она буквально всех узнала о адресах. По 30, по 50 страниц тех совсем против меня писала. И ходила, разносила. Да даже в жизнь не пойдет никуда. Она в соседний двор не пойдет. Нам есть чему поучиться в площади многих. И вести это все на доброе. Главное, в церкви молчать. Я говорю, что она стоит, девочка разговаривает. Вы рядом стоите. Зачем ты с ней склоняетесь? Ты единственное, что можешь, зажать ее рот. Ее заставляет говорить тот, кто слева стоит. Шепотом ни одного слова не говорит. У нас устав есть. Вы хотите, чтобы проходной двор был. У нас все еще какие-то шепотки продолжаются в храме. Ничего этого не должно быть. Мы пришли прославить Бога Иегову. Его Сына Иисуса Христа. Бога Истинного. От Бога Истинного. Мы пришли прославить Дух Святой. Чтобы исполниться Духом Святым. Жить в Духе Святом. Все писание Бога Духновенное. Я здесь не добавляю ничего, кроме написанного. Жены домолчат. А жена это будущее. Вот она стоит рядом. Выходя из дома, уже проверьте. На несколько поклонов. Давай поклонимся. Не забывай тебе кланяться перед Богом, не передо мной. Почему я над тобой должен стоять? Повторяю. Научить ребенка это можно в течение одного дня. Это зависит все от нас. Благословен Господь, оставивший нам слово, через которое мы узнали, как себя вести в храме и как наследовать жизнь вечную. Аминь.